Совсем нелёгким движением руки кругляк сосны превращается в произведение искусства. Это тяжёлая, но всё же ювелирная работа, говорят мастера. Принцип – семь раз отмерь, один раз отрежь основной в работе резчика. Неверное движение, и придётся брать новый кругляк и начинать всё сначала. А времени в обрез, срок, отведённый на работу, всего 10 дней. Первые пять уже позади. Чтобы не ошибиться, кто-то из авторов сначала вылепил образец из пластилина, а кто-то подготовил чертёж. Фантазии мастерам не занимать. Организаторы ограничили участников только темой. Работы должны быть посвящены героям Эллады. Как говорят участники соревнований, прежде чем приступить к культурам, ими была проделана огромная работа. Так резчики обновили свои знания по древнегреческой мифологии, читали мифы и легенды. Так, например, скульптуру богини войны Афины невозможно представить без воинских доспехов. Мастера создают не просто героев, а продуманные до мелочей композиции. Порой остросюжетные. Например, Сергей Зинер и Максим Хамов взяли за основу своего произведения историю Икара. Всё-таки наш Икар уже достиг своей цели, и выяснилось, что он её достигал неправильно. Вот, поэтому он гибнет. То есть это гибнущий Икар. Он будет технологически, это будет достаточно сложное сооружение. То есть он будет подвешен на тросах между соснами на высоте 4 метра. Над ним на высоте 6 метров ещё будет солнце, которое его сожгло. Тело Икара с анатомической точки зрения выполнено идеально, ведь над ним колдует два профессиональных врача. Рабочий процесс кипит от рассвета до заката. Свои коррективы в работу скульпторов внесла дождливая погода. Пришлось установить навес. Импровизированную крышу иногда сносит ветром. Допускать же попадание влаги на кругляк ни в коем случае нельзя. Скульптура может испортиться. А эти герои, как и мифологически, должны быть вечными. На них будут приезжать любоваться тысячи туристов. По условиям конкурса все сказочные персонажи останутся в лагере Саяны. А когда получается, что в разных местах стоят работы, и получается, что мы всё равно своё сердце и свою душу оставляем. И получается, что ты через работу с местом немножко роднишься. И это очень приятно, когда вся земля становится родная, и вся страна становится родная. Прометей, Ариадна, Посейдон, Медуза Гаргона и другие герои мифов. Их очертания становятся понятнее после каждого движения резчика. Лучшую работу и лучшего мастера назовут 25 мая. Ирина Гапончик, Николай Крупченко. Новости сейчас. Новости сейчас.